Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч первого тура группового раунда Лиги Европы ХПЛ Славия. Статистика команд. ХПЛ в последних своих 10 матчах 7 раз играл на обе забьют нет и поровну на тотал меньше больше. ХПЛ выиграл 3 последние матча. Славия в последних своих 10 матчах 6 раз играла на обе забьют нет и 7 раз на тотал больше. Славия забивала в последних 5 выездах. Как видим в последних играх ХПЛ играет нейтрально на больше нулевых матчей. Славия традиционно тяготеет к результативному футболу. ХПЛ сыграл в национальном чемпионате 2 матча. Один выиграл и один проиграл. Славия после 6 туров идет на втором месте сыграв 1 раз в ничью. ХПЛ в квалификации прошел Динамо Батуми 3-0, Лачи 2-1, Мотеруэл 3-0 и Викторию Избельзени 1-0. Славия играла в квалификации Лиги Чемпионов, где проиграла Митюлану 4-1 на выезде. В Праге команды сыграли 0-0. Гости идут фаворитами на этот матч. ХПЛ непростой соперник, когда играет дома. С сильными командами ХПЛ чаще играет низовые и нулевые матчи. На эту игру самым ожидаемым вариантом будет счет где-то в районе 1-0. Скорее в пользу гостей. Из связки с того, кто там меньше, обе забьют нет, победа второй команды. Самый высокий коэффициент стоит на победу второй команды 1-97. Обе забьют нет 1-78. Тотал меньше 1-68. Ставить на чистую победу Спарты вряд ли стоит. Коэффициент вроде бы неплохой, но риски достаточно высоки. Спарта крупно влетела Митюлану, ведя по ходу матча. Ничья на этот матч вполне вероятна. Вариант Соби забьют нет, имеет коэффициент всего на одну десятку выше, чем тотал меньше. Но несет тоже большие, более высокие риски. Поэтому целесообразно играть ставку на тотал меньше 2,5 за небольшие 1,67. Но такой вариант выглядит наиболее уверенным из предложенных трех. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дети уверены, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Будьте здоровы.